Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, чем запомнился Вам уходящий год? Год уходящий запомнится тем, что ряд решений предыдущих лет в этом году мы воплотили, либо начали воплощать в жизнь и уже имеем первые определенные результаты. Ну и я считаю, что мы адекватно в этом году реагировали на те угрозы, которые возникали и совместно с коллегами из других правоохранительных органов, других органов исполнительной власти, государственные органы республики, все вместе, единым кулаком решали те задачи, которые возникали. Наметились тенденции к некоторому оздоровлению. Хотя и на сегодняшний день наркоситуация в республике в целом в 1,7 раза, если брать основные критерии оценки наркоситуации, лучше, чем в целом по стране и в частности в Привозском федеральном округе. В цифровом выражении сейчас в республике на различных учетах состоят 3061 человек. Это является продолжением ежегодной тенденции, увеличение порядка от 150 до 250 человек ежегодно у нас увеличится на учетах. И сюда необходимо добавить еще полторы тысячи наркозависимых лиц, которые находятся в местах лишения свободы на территории республики. При этом мы считаем, что ситуация начала оздоровляться. В этом году изъято рекордно за 10 лет партия героина, порядка более 2,8 килограмма, достаточно высокой концентрации. По количеству преступлений, связанных с организованными преступными группами в сфере незаконно оборудования наркотиков, результаты управления улучшились порядка трех и более раз. И все 100% организованных преступных групп указанной категории выявлены и расследованы управлением. Сейчас послеместно идет тестирование среди молодежи. Как у нас с этим обстоит в республике? Ну, здесь мы не являемся пионерами. Ряд регионов уже проводят эту работу, не сказать, что давно, но уже не первый год. И имеют определенный опыт. На сегодняшний день в республике протестирование порядка около 2000 студентов и слушателей средних специальных учебных заведений, хотя по средним специальным учебным заведениям мы находимся лишь в начале пути, имеются первые результаты. Но я хотел бы здесь обратить внимание на то, что тестирование – это добровольное мероприятие, и результаты тестирования являются врачебной тайной. То есть тестирование проводим не мы, а в медицинские учреждения. И, соответственно, по результатам этого тестирования уже подключаются медицинские работники там, где это необходимо. Среди потребителей наркотиков кто доминирует? Уже не первый год идут разговоры, кто интересуется, слышит о появлении новых психоактивных веществ. Первоначально их называли спайсы, курительная смесь. Потом их круг ежегодно расширяется, потребителями которых в первую очередь стали молодежь. Это фактически синтетические наркотики. Единственное, что ввиду того, что химия у нас развивается очень активно, законодательство не всегда успевает за тем, чтобы внести эти препараты в число запрещенных. Однако мы такую работу проводим, если в 2010 году таких веществ на территории республики выявлено было порядка 10 номинований, на сегодня они все запрещены. В прошлом году 16 таких веществ, в этом уже 17. Чуть ли не ежемесячно, ежеквартально выходят законодательные нормативные акты в отношении этих веществ. Потому что пока не выйдет постановление правительства, и они в списки запрещенных не вносятся. Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что они несут, так же, как и остальные наркотические вещества, те же последствия для человека, для общества. Но помимо этого, если в отношении традиционных наркотиков есть определенные методики лечения уже у врачей, об эффективности которых, конечно, можно поспорить, но и они есть, то в отношении новых, неизвестных веществ таких методик нет. И люди, которые, так сказать, пробуют эти вещества, они очень здорово рискуют. Понимая масштабы наркотизации в стране, государство идет на определенные, ну, я бы не сказал бы, что это уступки, но дает определенное право выбора лицам впервые, совершившими наркопреступление. То есть, либо человек идет лечиться, либо он идет отбывать наказание. Кроме этого, в этом году приняты порядка двух законодательных актов, которые предусматривают с 1 января 2013 года, к примеру, за сбыт в особо крупных размерах наркотических средств, контрабанду в особо крупных размерах, наказание вплоть до пожизненного. Раньше этого не было. Игорь Николаевич, какие пожелания будут предберены Нового года вашим сотрудникам? Ну, я благодарен своим сотрудникам за работы, за результаты работы в этом году. Хочу пожелать всем личного счастья. Когда человек счастлив дома, в быту, я надеюсь, что он достаточно эффективно сможет работать и на службе. Мы постарались в этом году максимально создать условия для работы. Ну, и те результаты, которые мы имеем, я думаю, что одной из составляющих является и забота, и руководство, и управление федеральной службы о сотрудниках. В следующем году ожидает сотрудников повышения денежного содержания, что немаловажно. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы еще более эффективно поработаем на благо страны, на благо республики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!